Ну вот, собственно говоря, и один из поединков, о которых мы уже упоминали, и которые в любом случае принесут нам золотую медаль, это противостояние двух белорусов. Ольги Намазовой и Кристины Жуковец. Ну, Намазова так более известна, да, то есть она такая титулованная, но в общем, я думаю, что и Жуковец сегодня должна себя проявить. Вот она как раз на ваших экранах, синяя куртка, Намазова в красном. Кристина тоже из спортивной семьи, и она так же, как и Ольга Намазова, по молодежи неоднократно выигрывала различные международные форумы. По взрослым больше успеха добилась на сегодняшний день Оля Намазова. Ну, они молодые еще, бороться и бороться. Вес до 68 килограммов. Ну, что ж, сейчас мы, естественно, будем переживать за обеих, но при этом, ну, прекрасно осознавая, что чемпионка будет наша с вами соотечественница. Итак, начало. Могу напомнить, если вдруг кто не в курсе, у женщин поединки проходят по формату 4 минуты, а не 5, как у мужчин. Все остальное, то же самое. Условия добывания победы. Те же. Как-то не очень подготовлены на прием, не как-то, да? Да, да. Жуковец, что-то очень... Вы совершенно правы, но она не докончила. Подвернулась и не докрутила соперницу. На каждый прием надо заходить так, как в последний раз в жизни. Порой из таких непростых ситуаций человек зарабатывает бал, что даже вроде ничего не ожидал, да? Никто не ожидал, что кто-то может что-то сделать. Замечание за выход, за ковер получает Ольга Намазова. Любопытная ситуация, да, что получается у нас никто никого не секундирует в это время. Да, две белорусские спортсменки. Я скажу, когда говорил, что Ольга Намазова из партийной семьи, ее супруг Руслан Намазов в свое время выигрывал наш сегодняшний турнир на призы президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в весовой категории до 68 килограммов. Ну, а Московь вчера, да? Та же история. Да, да. А Кристина Жуковец, попытка провести болевой прием, но рука вышла, поэтому не получится, да, Кристина без проблем уходит. А Кристина Жуковец из спортивной семьи, у нее и сестра борется, является призером различных юношеских соревнований республиканских. И папа, и мама тоже являются тренерами, которые тренируют на протяжении долгих лет и по дзюдо, и по самбо. Мне кажется, не хватает какой-то резкости в движении, да, Кристины? Вы очень правильно заметили, конечно, прием надо выполнять быстро, молниеносно. Когда так тягуче что-то делаешь, велика вероятность, что не получится прием. Тягуче можно делать, если человек в корпусе зашел, вот есть такая категория людей, как мы их называем, они как крабики. Такие они затягивают, затягивают, виснут, делают заднюю подножку какую-то, виснут на соперники и все равно добивают. Тягучие у нас такие были, Евгений Долинин, известный наш спортсмен в прошлом, заслуженный масс спорта. Бедулин был, Кухаренко. Недавно, прошлый, они вот недавно, от Настя Недавно, залезали, да. Все трое титулованы. Вот они, у них вот такая борьба была, они тягучие, постоянно нагнетали, нагнетали давление на соперника. Я еще так подумал, насколько важно тренеру, да, еще в детском возрасте определить характер и, соответственно, исходя из характера, манеру борьбы, да, вот на что человек способен. И его сильные стороны развивать, как-то вот те недостатки, которых уничтожить невозможно, но как-то попытаться их влияние снивелировать. Да, да, это очень важно. И для наборствах это очень важно, и тут самое, конечно, не исключение. Вид спорта такой, основанный на реакции, на чувствительности, на понимании манеры работы соперника, в первую очередь. Вот второе замечание получила Кристина Жуковец. Да, Намазова ведет. Предупреждение, да. И атакует. 1-0 впереди Оля Намазова. Попытка перейти на болевой прием на ногу. У Кристины встала в стойку, и судья остановил встречу. Равная борьба. Девочки тренируются тоже вместе, и поэтому друг друга знают. Но здесь, конечно, надо активизироваться. Чересчур уж такая тактическая борьба ждут. Не знаю, к чему же будет. Бал есть. 2-0 уже Намазова ведет. По-моему, она уже освоилась на ковре. Переход на болевой прием. Да, судья правильно поднял стойку. Реального. Не было проведения, да. Прогресса нет. Ведь на самом деле не так уж и много, допустим, в самбо можно провести эффективных болевых приемов. И вот этот с захватом руки один из наиболее распространенных, потому что и эффект велик от него. Почему он работает не только в дзюдо и в самбо, но и, как мы знаем, в боях без правил. Ну, надо сказать, по микс-файту этот прием очень многим помогает. Ну, а здесь мы поздравляем Ольгу Намазову с победой над Кристиной Жуковец со счетом 2-0. Ничего неожиданного не произошло. Да, мы уже говорили перед схваткой, что Намазова в роли фаворитки. Собственно говоря, она этот статус и оправдала. Ну, а мы Кристину Жуковец в свою очередь поздравляем с серебряной медалью и с пожеланиями дальнейшего роста и, естественно, побед. Да, конечно. Поздравляем нашу сборную. Завоеваем еще двух медалей. Между прочим, уже юбилейный, 10-й на этом чемпионате Беларуси. К радости нашей всеобщей радости эти еще медали и рост количества медалей будет еще, ждет нас. Смотрим на повторе. Вот здесь Кристина зашла на прием, но не ожидала контур атаки со стороны Намазовой. Обратите внимание, вот зацепилась Кристина. Вроде и прием-то такой, да? Кривой, косой, как говорится, но сбивание соперника на живот оценивается в один балл. Леша Степаньков. Еще один белорусский финал. Алексей Степаньков и Тимофей Емельянов. В красной куртке Степанков Емельянов синий, вес до 82 килограммов. Так что оденшая золотая медаль уже не загорали. Опытный Алексей Степаньков против молодого, подающий надежды. Ну что, у нас, наверное, та же ситуация. Красная куртка в роли фаворита. Да. Посмотрим. Степаньков представитель дворцов с такой более тягучей, такой неудобной борьбы. А Емельянов более один балл, более техничный. Два даже. Техничный. Ну, там был балл. Мое мнение, субъективно. На срок на газ. Ну что ж, мы фиксируем уже вторую такую погрешность, да, в работе арбитра. Ну, с той стороны он, я думаю, не видел арбитр. Два-ноль повел Тимофей Емельянов. Все известного в прошлом борца за служимость спорта Владимира Емельянова. Да, сейчас как-то так, ну, сложно сказать, что на данный момент, ну, по крайней мере, вот в нулевых, ну, лет пять еще назад, сложновато дети шли, да, вот в борцовские школы. И остается только одна надежда, вот как раз на династии, где родители просто отрывают детей от компьютеров и направляют их в зал. Это очень важно, Павел. Вы, как всегда, правы, конечно. Нынешняя беда нашей молодежи – это постоянное общение с компьютером, постоянное общение с телефонами. Вы, кстати, выключили? Да, выключил. Сразу видно взрослого человека. Поэтому надо больше, больше спортивный образ жизни, более здоровый образ жизни прививать нашим спортсменам, детям, подрастающим поколениям. Мы все знаем, что с экологией у нас проблемы, и с каждым днем становится не лучше. Поэтому здоровый образ жизни даст очень многое нашей молодежи. Тем временем у нас Тимофей Емельянов-то и ведет в счете вот так вот, мы говорим о фаворитах ансайдеров. И все так просто. Был неплохо проведен относительно проход в ноги со стороны Леши Степанкова. Но Тимофей вывернулся, не дал провести прием. Сейчас берет пояс спереди. Леша хочет забрать сейчас за пояс сверху. Будет брать. Вот. Тимофей опережает. Опережает и контратакует. Зная его борьбу. Еще один балл. Уже надо набирать 4 балла. Как минимум, Леша. Дам 3-0 уже. Ну, одно результативное движение, да, то есть бросок со стойки уже, в принципе, может вывести в лидера Степанкова. Но это в теории, да, на бумаге. Да, конечно. А на ковре немножко иная ситуация. Опять неподготовленный подворот со стороны Леши Степанкова. И возможность подтянуть время. Вот мы говорили о жесткости курток, да, в самбо. Соответственно, это накладывает свой отпечаток вообще на работу, на захват, да. То есть это совсем по-другому нужно действовать. Совсем по-другому какие-то другие движения должны быть даже. Рывки, тяга. Вы знаете, Павел, наверное, все-таки больше не материал сам жесткий, а жестко сидит. Да, да, да. Не плавает, да, не плавает, как в кимоно, потому что кимоно может выйти из пояса. И поэтому более такой захват. А здесь, конечно, накладывает свой отпечаток, вы правы, на исполнение приема. Самбо все-таки более силовая борьба, исполнение приемов. Хотя физически все подготовлены, и самбисты, и дзюдоисты. Ай-яй-яй-яй-яй. Возможность была, возможность была провести прием со стороны и Алексея, и Тимофея. Кто кого, кто кого, и в конце все-таки разрешился этот момент ничьей. Но Лёше все время надо входить в корпус. По-другому он у Тимофея не выиграл. Тимофей тактически сядет, переводит. Делает в партер, делает бросок с упором, попытку броска с упором стопы в живот. Прием не получается, он переходит на болевой прием. Ну что, со своей стороны Емельянов все делает, старается, по крайней мере, делать грамотно, да? Угу. Ну сейчас была возможность бросить. Лёша не докрутил, рукой не дотянул. Минуту 40 до окончания этой встречи финальной. 3-0 ведет Емельянов Тимофей. Получил сейчас замечание. 2 балла и удержание. Идет удержание. Нельзя было отстаивать, надо было бороться в своей манере. Тимофей силен, техничный спортсмен, силен в движении. И перешел в такую тягучую борьбу, стоячую борьбу. И вот отдал сразу. Сейчас уже 6-3, да? 6 балла, да. Меньше, чем за минуту до окончания этого финала. 6-3 уже ведет Степенко. Сейчас вот Лёша переходит на болевой прием. Судья поднимает стойку. Остается 40 секунд до окончания поединки. Ну вот он и фаворит, да? Ну, сложно сказать. То ли подустал уже Емельянов, то ли просто отстал до ошибок. Я думаю, подустал. На фоне усталости и вот эти ошибки и выплывают, всплывают. Просьба пройти в виде стола бочёта. А сейчас уже Лёша пойдет такую, я думаю, тягучую борьбу не будет давать. Тактическую. Вот в атаке. Снова. Без оценки. Такое ощущение, что он хочет завершить дело досрочно. Для этого нужно набрать. И еще несколько баллов. Столько же. Попытка провести болевой прием на Ахилл. И возможность потянуть время. Такое ощущение, что Алексей просто пытается доказать, что то, что он проигрывал 0-3, это... Случайность. Да, случайность. Ну, сейчас вот ничего не остального, не остается Емельянова, как атаковать. Ему только надо бросать. Потому что предупреждение ему не поможет. Да, нужно подниматься в стойку. Хороший финал. Осталось больше 10 секунд. Да, 6-3. В общей сложности 9 баллов. Вот, кстати, первый из финалов, где вот мы видим подобное развитие событий. Тимофей ввел, и он свою борьбу навязывал сопернику. Вот еще один из коронных бросков за два рукава. Он навязывал свою борьбу, свои захваты, и поэтому ввел. А потом стал давать Леше его захват. Итак, со счетом 6-3 Алексей Степаньков одерживает победу. В весовой категории до 82 килограммов. С чем мы его поздравляем? Серебро. Серебро поздравляем Тимофея Емельянова. И у нас 11. Золотая медаль. Поздравляем. Барабанные палочки, как говорят в АТО. 11. 6-3. Хороший финал. Соответственно, всех нас можем поздравить с этим зрелищем. Хорошая борьба. И Алексей Степаньков, чемпион Беларуси. 2015. Драматическая борьба была. Давайте посмотрим на повторах. Напомним, Емельянов по ходу ввел. 3-0. У тебя 2 балла. 2 балла. Вот еще балл. Бросок на живот. Еще один балл. Обратите внимание, сейчас Тимофея даст захват сверху. Вот дал, выхватил голи накрест. 2 балла бросок на бок. И вот здесь он перешел на удержание. Итак, Алексей Степаньков поддерживает победу весовой категории мужчин до 82 килограммов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.